Я вам сейчас объясню. Да я бы, наверное, мог бы ничего не говорить. Но тем не менее, что находится за моей спиной? Обратите внимание. Справа, слева. Магазин Орион. Так это люди, которые сюда приезжают. Представляете, сколько сюда ездят. Едут они за нормальными игрушками. Потому что они прекрасно понимают цену. Цена и замечательный результат. Извините, пожалуйста, но я бы хотел что-то другое вам рассказать. Но по сути событий. А давайте переговорим с людьми, которые сюда зашли. Да-ка мы и зашли туда, где прописана большая часть города. Почему прописана? А сейчас объясню. Большая часть и она с мозгами. И они не хотят своими заработками делиться. Зачем? Незачем. А вот другой вариант. Если заработками поделиться с детьми. Скажите, пожалуйста, вы для чего сюда приходите в магазин Орион? Для чего? Игрушки выбрать? Возникает маленькая проблемка, да? Магазинов игрушек в городе много, правильно? Да. Но магазин Орион какие-то свои преимущества, правильно? Цены, конечно. Что в ваших руках? Выбираю машинку. Подарок к Новому году? Ну, конечно. Ажиотаж уже. Уже ажиотаж, да? А ребенок сюда ходил уже, нет? Были. Были, да? То есть, ну, не первый раз вы здесь, да? Да. Я здесь постоянно покупаю игрушки. Тогда вопрос такого же человека, такому же человеку, да? Вот давайте подумаем о цене вопроса и о количестве. Потому что я вот сейчас захожу и постоянно вижу новые товарищи. Понимаешь, ну, не видел этого дела. Тем более, там еще знак Ордена Славы. Ну, не было же, правильно? Здесь постоянно что-то новое. Да, здесь ассортимент обновляется. Мне нравится, что здесь просторно. Очень много и наших, и советских. Ну, то есть, из Белоруссии игрушки хорошие. И цена, в принципе, устраивает. Раз пришел, и опять новое. Да что это такое? Вот такая, да, ситуация? Ну, абсолютно естественное желание. Сами видите, тут какой выбор большой. Вот, и тут еще и на кассе тоже зашли купить-то, вон, утюжочек. А в итоге вышли, и на кассе купили и санки, и каталки, и, ну, вообще просто куча всего. А теперь возникает вопрос цены. Потому что я в другие места захожу, и что-то там у меня, знаешь, я просто прекрасно понимаю, у меня тоже сын есть, да? Я не понимаю, почему на нас деньги зарабатывают? Здесь такого, по-моему, нет. Ну, видимо, какие-то у них поставщики, да, другие. Вот, поэтому цены достаточно приемлемые. Поэтому, в принципе, поехали сюда, минуя все. Вот, учитывая в наше кризисное время, хоть и предновогоднее. Вот, поэтому все приемлемо, все отлично, на самом деле. Вот мы и приехали сюда, что тут подешевле. Подешевле, правильно? Ну, конечно. Потому что сейчас начнется вот, как бы, ну, постновогоднее затишье, да. А дети же, самое забавное, что постновогоднее затишье, а дети, получается, в отдыхе, да? Ну, или каникулы, или еще что-то. Чем-то их занимают. А, вот вопрос. Чем будем занимать? Игрушками? Ну, естественно, дети, значит, надо игрушки. Вот разные по возрасту. Кто что заказывает? А покупаете здесь в магазине, Реон? Да, один Лего заказал, другая вот надувная. А, о, 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 значит, вот теперь про Лего, про Лего. Вы знаете, сколько Лего стоит? Мне, по-моему, гораздо проще все-таки здесь купить. Ну, конечно, тут проще. Тут глаза разбегаются, охота и то им взять, и это. Даже вот без них никто не просит, что купи, купи. Самой охота. Вы по какой причине пришли в магазин Реона? Ну, в огоне подарок дочери купить. И дешево? Дешево. Но тут выбор большой, поэтому сюда приехали. Некогда ездить с ребенком. Похоже, вы все-таки для девочки себе брали. Нет, тут и для девочки, и для мальчика. Для мальчика это вот это, да? Да. То есть у вас ребенок? У них трое. Вау. Да, да, да. Если у вас три ребенка, я прекрасно понимаю, что вам, наверное, денежки дали государство, да? Капитал. Так? Ну, было дело, да? Было, да. Я понимаю, вы куда его потратили, это хорошо. Но возникает проблема, да? Три ребенка это все-таки очень тяжело, да ведь? Особенно, когда они малые, да, вот такие? Да, да, да. Для этого какое место вы нашли? Самое такое место, где действительно можно что-то выбрать и дешево, и нормально. Я ходил, говорил, купите мне Чукагек. Понимаете? Когда мне было 12 лет, я говорил, купите мне Чукагек, этого не было. Сейчас это есть. Это здорово? Здорово, конечно. Сейчас выбор такой огромный, и лишь бы деньги у вас были, все есть, все можно выбрать. Насчет денежных средств, да? Насчет денежных средств. Магазинов, торгующих, игрушек в городе очень много, правильно? Да. Да, много. Поэтому туда заходим, сюда смотрим, цены сравниваем. Игрушки одни и те же так-то, цены разные везде, во всех магазинах. Качество смотрим тоже. А почему-то выбрались здесь? Ну вот, да. Потому что и качество, и цена. Да. Да. А все нормально для вас? Вот, допустим, берем магазин игрушек, да? Ага. Их очень много в городе. Их очень много в городе. Очень много в городе, да, там. Почему вы приходите в магазин на рион? Ну, потому что здесь большой выбор и цены ниже. Вот так вот, да? Вот теперь всем еще говорим, да? Другого варианта посадки-то и нет. В принципе, нет. Я сюда приезжаю, вот сюда. Во-первых, цена, качество, это просто супер. У меня два внука, внучка и внука. Просто вот я их люблю больше, чем детей вообще. Я им каждый день, через день подарки разные дарю. И езжу только сюда. Ну, буквально недавно столик взял, четыре стульчика разных. Во, супер. Они даже маленький компьютер поставили. И вообще очень удобно. Вот сейчас, завтра к Новому году, набрал всяких погремушек, будем играть. Новый год, так знаете, я лепет, глазами, так, ножницы. Там, бах, только там корзина с конфетами, там, или еще что-нибудь. Вот, и поэтому я считаю, что для нашего города этот просто супер. Магазин по карману определенному наберешь полный пакет, тысяча рублей. Там, ну, это во, там хватит ей. А дети как? Они быстро. Поиграют игрушки, им не нравится. Раз, другой, вот, не нравится. Сегодня купил сыну машину приводную. Он покатал, покатал, ему полтора годика. Ему надоело. Я говорю, нифига, я полторы тысячи отдал, китайцам отдал. Да? А он пошел на маленький какой-нибудь, на другой. Так, то, что здесь очень дешево и довольно-таки доступно. И так вот, такой ассортимент. Во-первых, очень много. По городу, это вот, ну, город здесь. И, правда, вот с той стороны. Но там дороже. И там всегда какая-то халтура. Мы взяли велосипед сломан, там еще что-то. А вот здесь вот, что не брали, ну, сейчас постоянные клиенты. Просто супермагазин. Просто. И у них перевентаризация постоянно. Если здесь, то здесь никаких насекомых, ничего, к чему я очень отношусь бережно. Дизайн, чтобы все влюблено, красота. И детки бегают, видно, издалека, если потерял кого. То есть, ну, все стороны, и девчонки хорошо относятся на кассах. Там все подскажут, все расскажут. Да, много-много о нем можно говорить хоть целый день. Супермагазин. Ну, так и получается. Я не говорю, а говорят другие. Ну, о чем все говорят, и так понятно. Так вот, место, где сие случилось. Магазин детских игрушек «Орион». Вы знаете, и вот оно то самое место. По советской, далее по вокзальной, и понятно, куда повернуть. К слову о магазине «Орион». Прошлый заезд, я отсюда вышел, и на мое лицо нельзя было посмотреть. Потому что я зашел туда, вышел и так... Я всю жизнь говорил, что рано или поздно должно такое случиться, что когда-нибудь я приду в магазин «Орион», и не смогу ничего себе купить. Потому что я куплю себе все, что есть. Такое не получается. Я пришел и увидел. Я пришел и увидел, и мне бы хотелось это дело купить. Но, похоже, не в этот раз. То есть, мы говорим о качестве. О качестве и как работает магазин «Орион». А он работает, по-моему, круче, чем кто-либо.